Всем даров, с вами Диджи, и недавно нам слили трейлер фильма ФНАФ. Не, я не то чтобы рад этому, я просто немного разочарован. Из-за того, что его слили раньше времени, однако это не отменяет тот факт, что разбор всё же будет. И да, сразу скажу, я не буду разбирать его полностью, я разберу только те части, которые, по моему мнению, оказались более интересными. И дабы Ютуб меня не заблокировал, давайте начнём. Итак, мы видим телевизор, на котором отображаются аниматроники, и эта сцена просто шикарна, поскольку всё выполнено очень детально и почти не отличается от оригинала. Однако, почему Скотт решил сделать именно телевизор, вместо привычного нам планшета, пока что непонятно. Дальше нам показывают вывеску, которую нам уже показывали три месяца назад. Далее мы видим Майкла в лесу, который видит души детей. Но как именно он их видит, пока что неизвестно. Единственное, что я могу здесь сказать, что по сюжету он идёт исправлять то, что сотворил его отец, то есть Уильям. И, возможно, данная сцена является финальной, ведь Майкл их освобождает от мучений, и всё, конец истории. Но нет. Затем мы можем увидеть такую сцену, как кто-то лежит на больничной койке. По теории это может быть ПМ, ведь именно у него нет лобной доли, и он был в коме в больнице. Однако, я могу ошибаться, и это может быть далеко не он. Но, как говорится, поживём, увидим. А дальше начинается полная жизнь. Майкл бежит, потом его хватают, и тут, видимо, происходит та сцена, про которую нам говорил Фон Гай. То есть про то, что у аниматроников якобы так заложено в программе. Думать, что ты – это эндоскелет, и на тебя надо поскорее надевать костюм. Затем мы видим Спрингтрапа. Не знаю, к чему он там. Это же фильм про первую часть. Ну ладно. Хотя, погодите, если там есть Спрингтрап, то это значит, что нам могут показать смерть Уильяма. Какой кайф. И последнее, на что я бы хотел обратить внимание, это сцена с Голден Фредди. И, к моему удивлению, у него не было красных глаз, как у других аниматроников. Они были голубые. То есть, это может означать, что Голден добрый. И есть кое-что, подтверждающее мою теорию. В конце трейлера он не напал на героя, а лишь, только, смотрел. И Эбби, кстати, в тот момент ему улыбалась. Да даже на тизере было показано, как Эбби держала того за руку. А с вами был Диджи. Всем удачи и до новых новостей.